Ну а далее спорт. Норма жизни. ГТО для всех от мала до велика. Как мотивировать заниматься спортом, обсудим после вестей. Всем жаворонкам, кто не спит 3 мая так рано, желаем приятного пробуждения. Вот нам тоже не спится Владислав Завьянов, я Анастасич Набровин. Коротаем утро вместе с вами, проводим чудесное время. А спать некогда. Вот вам набор дачника к новому сезону. Какой адвентарь пользуется особым спросом, во сколько обходится удовольствие возиться в земле, как показала статистика онлайн-касс, в апреле садоводы потратили на семена и дачные инструменты в среднем по 2000 рублей. Это на 800 рублей больше, чем годом ранее. Настоящими хитами нового сезона стали секаторы, грабли, садовые лопаты, ну и аккумуляторные опрыскиватели. Ну понятно, что начало мая это время активного отдыха, будет это дача или спортивная площадка. У нас в стране открыто более 2500 центров, где любой желающий может совершенно бесплатно проверить свою физическую форму. И не только ради спортивного интереса. До экзаменов в школе считанные дни, но Артём начинает утро не с зубрёжки, а с пробежки. Значок ГТО даёт дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Лишними они точно не будут. Три километра я пробежал где-то за 11 с чем-то минут. Это да, это уже быстрее, чем на золотой значок. С этого года формат ГТО стал более гибким. Вместо бега, например, можно сдать кросс или скандинавскую ходьбу. Проверяют скорость и выносливость, гибкость, прикладные навыки и силу. Какой тест пройти, решаешь сам. Подтянуться я вряд ли смогу, кросс точно не пробегу, а вот отжимания от пола это можно попробовать. Для каждого возраста с шагом в пять лет свои нормативы на основе статистики за прошлые годы. Так что ничего сверхъестественного не требуют. Чистое золото. Остальные нормативы можно будет сдать в течение года. У тех, кто взял бронзу или серебро, второй попытки в этом году уже не будет. Тем же, кто не дотянул до значков, дадут шанс. И таких много. Мужчинам действительно сложнее выполнить тестерную гибкость. Девушкам, естественно, силовые. Но одно из самых сложных это сгибание-разгибание рук в параллёж, то есть это отжимания. В центр тестирования приходят семьями и даже трудовыми коллективами. В этой команде руководитель сам, не с первого раза, но сдал ГТО и вдохновил сотрудников. Вы знаете, они идеальные комплекции. И коллеги подумали, так, если у Романа получилось, ну я-то точно наверняка смогу. Знак отличия может давать бонусы и к зарплате. Занятия спортом повышают дисциплину и концентрацию внимания. Люди реже болеют. Многие предприятия помогают приобретать абонемент в фитнес-клуб. Кто-то даёт дополнительные дни к отпуску, кто-то устанавливает стимулирующую надбавку персональным обладателям знака отличия. Надбавка не помешала бы и тем, кто на пенсии в форме. Сергей Ивченко начал сдавать ГТО ещё школьникам и продолжает в 65. А Николай Исаков самый возрастной участник. Мало того, что в 91 год выполнил все нормативы, так у него ещё и давление в норме. После нагрузки 150, как у космонавта. Ну нормально, я считаю. До нагрузки было 130. За последние годы физкультурное движение увлекло 20 миллионов человек. Это 15% населения страны от 6 лет и старше. Но где же остальные? Поверьте, те, кто уже начинает сдавать ГТО, они оттуда не уходят. А нам сейчас надо где-то уговаривать, где-то мотивировать различными способами новых, скажем так, поклонников ГТО вербовать свои спортивные ряды. В ряде городов сдачу нормативов превратили в яркий спортивный праздник. Люди приходят сначала на других посмотреть, потом себя показать. А вскоре физкультура становится частью их жизни. Ради чего ГТО и задумывалось. Вопросы, тем не менее, остаются после сюжета. Есть возможность их задать заместителю председателя комиссии общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елене Истягиной Елисеве. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Доброе, справедливо получается. Таких вот, как Артем, герой сюжета, молодых людей мотивируют дополнительные баллы при поступлении, стипендия тем, кто сдал на золотой значок. Ну так они априори здоровее и крепче. А те, кто с проблемами, вот они с проблемами и остаются. Почему нет бонусов для пенсионеров? На самом деле не все так. С нашими молодыми людьми оптимистично. У нас Минздрав регулярно каждый год фиксирует довольно большое количество детей с увеличенным весом или даже с ожирением. Поэтому и нормативы ГТО, и вообще физкультурно-спортивное движение для всех – это весьма и весьма актуально. Для взрослых людей, работающих, на самом деле тоже есть мотивация, но в форме рекомендаций. Минтруд рекомендовал работодателям стимулировать свои трудовые коллективы разнообразными поощрениями, премиями, отгулами, какими-то еще плюшками и бонусами. Вот что касается пенсионеров, здесь, да, мне кажется, есть перспективы для улучшений. Но тут уже мы, как общественная палата Российской Федерации, как гражданское общество, должны вместе подумать, чем же замотивировать наших ветеранов. Помогается на сознательность. Да, мне кажется, они самые мотивированные люди нашей страны. Им просто дай возможности это выйти, все вместе позаниматься под музыку. Выйдут все, мне кажется. Это появилось только последние годы в связи с социальным заказом и государственной политикой. Именно поэтому нормативы стали чуть-чуть помягче, да, насколько я понимаю? Не совсем так. Вместо 5 километров, 3 километра можно пробежать. Сейчас в новых нормативах чуть-чуть усложнился золотой и серебряный знак и чуть-чуть, ну, немного облегчился бронзовый. Это имеет психологическое обоснование. Люди должны прийти, понять, что они могут, а потом захотеть улучшить себя. Вот мы узнали о том, что вы обладательница золотого значка ГТО. Я пришла сдавать, конечно, мы в спорте практически все друг друга знаем. Я, соответственно, понимаю, что мне нельзя ударить в грязь лицом. Ну, напрягаюсь там, отжимаюсь, говорю, сколько, сколько нужно, значит, пресс качать. Мне говорят, такой-то показатель. Я, значит, давай, давай, давай. Смотрю, коллеги мои уже как-то расслаблены. Я говорю, как же так, фиксируйте. Он говорит, знаешь, извини, пожалуйста, у тебя по нормативам не 30, а 20. Я думаю, а я тут напрягаюсь со всех сторон. И тем не менее, золотой значок. А как вы дальше развиваться? Наверное, какие-то будут соревнования в крупнейших городах, соревнованиях ГТОшников. То есть ты сначала должен сдать нормы ГТО, а потом еще поучаствовать в больших соревнованиях региона. Сейчас в отрасли и вообще в нашем государстве в ближайшие годы будет большой акцент сделан именно на трудовые коллективы. Это фестивальные форматы корпоративные, это фестивали, собственно, ГТО, это даже соревнования, вот вы сказали, ГТОшников, ну ладно, пусть будут, пусть будут, пусть будут ГТОшников. Соревнования и, да, призы тоже бывают разные. Ну, хорошая история, этим билдингом в том числе, потому что просто корпоративы-пикники, ну, как-то уже неинтересно. Ну, и, собственно, с большим удовольствием идешь на работу, поскольку там не только тебе начальник над ухом речи толкает, но еще и какая-то... Какая красавица! И заставит отжиматься. И заставит отжиматься. Спасибо. В деталях программы ГТО мы разбирались вместе с заместительным председателем комиссии общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Еленой Стягиной Елисеевой. Хорошего дня.